Дениса Хлыстова. Меча не идут в атаку. Калюжный. Калюжного припечатывает к борту Хлыстов. Тут же шайбу подбирает Бодров. Пас вперед. Пошел в центр толпе Калиха. Вошел в зону. Отбрасывает шайбу на Хлыстова. Денис наносит бросок. Блином играет Дэнни Тейлор. Есть первый бросок в сегодняшнем матче. Смену проводят у финцы. Частично. Кто-то вышел. Кто-то еще остался на площадке. Нападающие остались. А защитники уже новые. Хейкинен и Кутузов. Вторая пара обороны Салавата Юлаева. Вторая тройка нападений. Макаров, Семин, Хартикайнен. И эти сочетания у Салавата Юлаева неизменны. По сравнению с матчем против Адмирала. Погнал за ворота Хартикайнена Лингле. У Минчан второе звено. Элисон, Вески, Лингле. Нападение. Ногачев, Беллин. Пара защитников. Хартикайнен. Беллин пытался сделать передачу на Ногачева. Беллин сделать этот пас не смог. Зато смог отпасовать на защитника Вески. И минская атака. Немножечко передержал шайбу Лингле. Но ему некому было отдавать. В последний момент он уже хотел обострить. Сделав передачу на пятачок. Но ему сели на клюшку. Лингле. Он уже справа. Передача на Беллина. Беллин не бросает. Он делает пас на Элисона. А теперь передача под бросок на Лингле. Уфимцы отбиваются. Можно играть. Показывает линейный. И обе команды синхронно проводят смены. У Минска третья пара защитников Шулькевич и Лисовец. Третья тройка нападений. Мелешко, Кулаков, Гаврус. У Салавата Юлаева защитники Кольцов, Зубарев. И в нападении. Кайгородов, Пельсин. И внимание, Станислав Голованов. Человек, который был подписан уфимским клубом. Он выступал в высшей хоккейной лиге. И для него сегодня первый матч в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Трижды этот хоккеист выигрывал Братина. Так что титулованный игрок в рамках ВХЛ. Опаснейший момент. Александр Кулаков бросает нот точного вратаря. Эмоционально реагирует болельщики. Вот так вот. Это все угрозы в сторону арбитра. Наверное, вспомнили Романа Гоффмана, которому как-то попал в лицо Никита Зайцев. Четвертое звено у Салавата Юлаева. Здесь Слепышев, Глухов, Панков. У Минчан тоже четвертая тройка. Дрозд, Матерухин, Степанов. Седьмой защитник у Салавата Юлаева Ликомцев. Он сейчас Шайба. И седьмой защитник у Минска Илья Казнадей. И он тоже вышел на площадку и действует сейчас вместе с кратчиком. Позиционная атака Салавата Юлаева. Матерухин по борту Шайбу запускает. Степанов. Не получился сезон у Андрея в Нижнекамске. Не рассчитывал на него Хейкеля. Ну и вот Степанов, наверное, не жалеет, что перешел в Минское Динамо. Пятый подряд матч проводит за Минчан. И подбросок Хлыстову. Чичок. Отрабатывает сзади. Одной рукой Шайбу удерживает. Причем правой рукой входит в зону. Бросает, но на пути оказался Хлыстов. Бодров. Бодров смотрит вперед. Думает, кому отдать. Ну пора было Шайбой расставаться с защитнику. Бас не очень хороший. И проброс зафиксировали. Мы еще раз смотрим затяжную атаку Минского Динамо, которая завершилась броском Александра Кулакова. Но Владимир Сахацкий все видел, ситуацию контролировал. Но так получилось, что Кулаков мимо трех соперников пробросил Шайбу себе на ход. Хлыстов. В рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги для Минска Салават Юлаев один из самых неудобных соперников. За семь лет провели 14 матчей. 11 побед у Салавата Юлаева. Причем все победы в основное время. Меча не выиграли трижды. Две победы в основное время. И одна победа по Булитам. Последние пять матчей между этими командами заканчивались победами Салавата Юлаева. Последние три матча здесь на Минской арене тоже победы Салавата Юлаева. Может быть сегодня вот эту неудачную серию мяча не прервут. Тем более на ходу они сейчас. На хорошем ходу. Но вообще мяча не весело играют. Много забивают, достаточно пропускают. Так что мы сегодня вправе рассчитывать на результативный хоккей. А Барона не лучшая сторона и Салавата Юлаева, и Минского Динамо. И те, и другие очень здорово играют в большинстве. Так что если будут удаления, скорее всего будут и Галлы. Игородов неожиданно для себя шайбу упустил. Мелешка тут как тут. Отправляет шайбу в борьбу. Узубарев ставит спину Пильстрям. И Салавата Юлаев очень неплохо выходит из-под давления. Вот он Станислав Голованов под 17-м номером. Передача в направлении Каегородова-Кольцова. Там сразу два хоккеиста. Открывались под пас. Шесть минут ровно сыграно в первом периоде. Пока ничья 0-0. И пока без опасных моментов. Присматриваются команды друг к другу. Серьезно обновились составы. Ну, особенно у минчан. По сравнению с прошлым сезоном. Но это единственный матч, который запланирован между этими командами в текущем чемпионате. Куда? Казнадей шайбу подбирает. Не рискуя играть через борт. Там шайба подбирает Матерухин. Оставление. Чичу пошел в центр и бросил из-под Бодрова. Не попал в створ. Матерухин. Продолжают динамцы шайбой владеть. Должен успеть к ней ищи хура. Нет, оказывается, подлиннее руки у Глухова. Динамцы очень опасно менялись. Будет удаление. И удаление будет у минчан. Но я так подозреваю, это удаление не связано с нарушением численного состава. Или все-таки? Внимание на Романа Гоффмана. Но у нас подошло время первой рекламы. Удален, удален у нас Александр Матерухин. Первое большинство у Салавата Юлаева. Вот здесь были нарушены правила. Александр Матерухин свалил на лед Панкова и быстренько спрятался на скамейке запасных. Но быстро его оттуда отправили на другую скамейку судей. Ну что ж, первое большинство у Салавата Юлаева. Пятый показатель в лиге по реализации лишнего у гостей. 38 шайб заброшено уфимцами. 23,8% реализации. В двух последних матчах, победных матчах для себя Салават Юлаев обязательно реализовывал большинство. Адмиралу одну шайбу забросили, Борису две. Менчане на восьмом месте по меньшинству. Итак, смотрим. Харти Кайнен шайбой. Выстраивает свою команду в зоне. Харти Кайнен. На пятачке два хоккеиста дежурят. Там мощный Кулда, который и потолкается, который поборется и который способен шайбу подкорректировать. Вот Кулда на пятачке выигрывает однозначно борьбу. Делает туда передачу Семен. Шайба у Хейкинина. Макаров. Перевод на Харти Кайнена. Харти Кайнен бросает кистями. И опять шайба попадает в блин Тейлору. Ну, точнее, не попадает. Он сам играет этим блином. Аплодисменты. Со стороны болельщиков. Менчане поменяли свою четверку. Обновляет свой состав и Салават Юлаев. Естественно, ждем выхода Кольцова, Пильстрима, Кайгородова. Ну, вот все эти люди появляются и выходят на большинство голованов. Вот не знаю, почему сегодня отсутствует Скачков. Его нет в списке травмированных. Тем более Скачков очень удачно провел предыдущие два матча. Забивал. На синюю вышел Ликомцев. Смотрит на табло Юрзинов. Понимает, что времени не так уж много осталось у его подопечных. А здесь еще и положение вне игры зафиксировано. Любомир Пукович. Были тяжелые отрезки по ходу сезона и у Динамовцев, и у Салавата Юлаева. И эти тяжелые отрезки были не так давно. Но вот концовка ноября и начало декабря позволили вздохнуть с облегчением. Пелистрян. Ликомцев. Предлагает свои услуги Кольцов. Сложно ему не отдать, когда он требует шайбу. И шайба пошла в его направлении. Но Кольцов махнул мимо нее. Чуть-чуть поторопился. Вышел на лед Матерухин. Довольно спокойно. Менчане отоборонялись. И Менчане сразу же заработали в вбрасывании у чужих ворот. Владимир Сахацкий. Выкатился далековато и шайбу поймал. Табелин. Табелин. Да, и не все так просто. Сел на колени Сахацкий. Шайба ударилась в клюшку. Взмыла вверх. Ну и хорошо, что Владимир все-таки выкатился на пару метров из ворот. Щихура против Глухова. Глухов сильнее на вбрасывании в данный момент. И побежал на Тейлора Панков. Здесь горошка. Помог вратарю. Щихура. Сам давай, кто-то кричит на трибуне. Щихура отбрасывает шайбу на Алексея Калюжного. Алексей мощно бросает. На пятачок покатил Щихура. Сахацкий играет уверенно. Хорошая трехходовка. Щихура оставляет шайбу на Чичу. Чичу правее на Калюжного. Алексей правильно. Побросал, поскольку вернуть шайбу Чичу не представлялось возможным. Ну и на пятачок покатил мешать вратарю Щихура. Приближаемся к середине первого периода. Пока ничья 0-0. Очень осторожная игра. Не форсируют события обе команды. Такое ощущение, что выжидают по марке от соперника Элиссан. Пока не очень заметное это звено. Веске. Один из самых низкорослых хоккеистов лиги. Мы знаем, что самый маленький это Михаил Анисин. У него 165 сантиметров. Веске выше на 5 сантиметров. Шинкевич. Матерухин не смог шайбу обработать. Харти Кайнен из-под защитника. Степанов. Сейчас главное не торопиться Андрею. Харти Кайнен. Макар Аф. Отличная передача. И поддерживал эту атаку Хейкинен. Он немало забил в этом сезоне. Но в основном забивал в большинстве. Лисовец. Выиграл для себя эту шайбу. И Салават Юлаев отступает. Салават Юлаев меняет состав. Мечане тоже освежают свою пятерку кулаков. Диагональный вброс должен был откликнуться на эту шайбу Гаврус. Вот она у Артура. Опасная. Пока в такой камерной обстановке проходит встреча. Болельщиков много. Наверное на рекорд не замахнуться. Самый посещаемый матч этого сезона был в Минске. В октябре месяце здесь гостил Йокерит. И вот очень много зрителей. Не только минских из лежащих городков приехали посмотреть своими глазами. Что такое этот финский клуб. Ищем его едят. Салават Юлаев традиционно вызывает большой интерес в Минске. Как и другие топовые клубы континентальной лиги. Джонатан. Одного из лидеров Минчан вот этого человека Мэтта Эллисона. Ему сегодня исполняется 31 год. Чичок. Ох ты какая передача от Джонатана. Но никто этого паса не ждал из уфимцев. Ждал этот пас Алексей Калюжный. Потому что он знает на что способен этот 18 номер. И Калюжный конечно виду не подает. Но он очень сильно расстроен. Первый такой по-настоящему серьезный момент. Смотрите как уходит от Кутузова Чичу. И какую передачу выполняет. Никто здесь не мешал Алексею Калюжному. Близко был да перед воротами. Чуть правее возьми Сахацкий бы не выручил. Бэйлиэн. Элисан. Линглиэн. Накручивает Лекомцева. Причем довольно легко. Слепышев. Слепышев. Запутался Слепышев. Потерял шайбу из виду. Она оказалась у него в ногах. Панков. Элисан грамотно подъехал. Шайбу забрал. Вернулся еще от одного противника. Ну и здесь могут дать две минуты. Неужели не дадут? Нет. Хейкинен. И ловит шайбу. Тейлор. Ну знаете, это вот такой эпизод, когда Чичу шел на фолл. Но можно было и раньше показать. Здесь, в принципе, можно было давать атаку игрока, не владеющего шайбой. Но здесь еще и в глаз ткнул Чичу. Кулде. Ну, мне кажется, что даже не в этом эпизоде было две минуты, а чуть раньше. Ликомцев придерживал Чичу. Чичу пошел в обводку и так и не смог разбежаться, поскольку его чуть придержали клюшкой. Счамена? Счамена? Не смог остановить шайбу Харти Кайнан. Здесь Макаров. Мощный нападающий. Так просто с ним не сладишь в силовой борьбе. Ну и меньше шести минут до первого перерыва. Ничья 0-0. Кольцов. Загнали его в угол. Дальше Казнадей оттирает его к борту. Здесь Пильстрим. Здесь Пильстрим. Передача из-за ворот. Попытка сыграть на добивании. Гаврос. Гаврос дотягивается до шайбы, но уходит она за лицевую. Гаврос. Пас на Кулакова. Отобрал шайбу Ленгле. Но и здесь неаккуратный пас. Можно было точнее сыграть на Слепышева. И опять Слепышев не получает точный пас в клюшку. Падает Панков. И удаление. Но я не знаю, может быть здесь что. Атака коленом. Уже на лавке оштрафованных Лисовец. Две минуты. Но если атака коленом, теоретически могут выписать больше Лисовцу. Да нет. Здесь подножка. Второе большинство в матче у Салавата Юлаева. Первое, скажем прямо, было не очень. Много времени в зоне уфимца провели, но практически без бросков. А сейчас бросает Ликомцев. Алексей Каигородов требует более активной игры от Станислава Голованова. Тан перед воротами. Элисон на вбрасывание. Ну вот в этом звене центр-форвард вески, но на точку чаще встает Мэтт Элисон. Бильстрима там замордовали. И здесь мяча не шайбу перехватывают и пойдут вперед. Ленгле. Ленгле. Замах. Бросок. Сахацкий. Шайбу гасит. Ликомцев. Голованов не спеша присоединяет к атаке Каигородова. Каигородов на Кольцова. Кольцов бросает со средней дистанции. Точно во вратаря попадает. Главой прием от Джонатана Чичу. Чувствуется североамериканская школа. Дубровский. Сохранили шайбу у себя, у Фимцы. Хлыстов. Вновь шайба у Дениса. Пас на толпе. Ка шайба перепрыгивает через его клюшку. А здесь пас в ноги. И нужно начинать все сначала. Есть еще 30 секунд и 2.50 играть командам в первом периоде. Пока складывается такое впечатление, что Каман все устраивает. Из кожи вон никто не хочет лезть. Наверное, вот многое будет зависеть от того, кто забьет первую шайбу. Да вообще от заброшенной шайбы. Многое может зависеть в дальнейшем течении матча. Может быть, команды проснутся. Вот сейчас очень технично на пятачке пытался сыграть Семин из-под ноги. Хотел бросить. Макаров на ударную позицию. Кистевой бросок. Все видит Тейлор. И поэтому без проблем эту шайбу отбивает. Минские болельщики периодически просыпаются. Проброс. Минчан уже полный состав. Но финцы спешно поменяли свою пятерку. Но минчанам придется потерпеть немножко. Поскольку вот эту вот четверку повозили по зоне. Потом вышел пятый. И они пробросились. Может быть, стоит схитрить сейчас на точке. Время потянуть. Нет. Никаких хитростей и отвески мы не увидели. Полторы минуты до перерыва. И вот сейчас динамовцы меняются. Вперед! 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 Щихурам. Щихура Чичук. Так шайба и не дошла до Джонатана. После передачи Калюжного. И опять последнего паса не хватает Минчанам. Калюжный. Калюжный. Жестко против него действует Кутузов. Дубровский. Засмотрелся вперед Дубровский. Чуть было шайбу не потерял. Дубровский. Хлыстово сразу же атаковали. Динамовцы шайбу перехватили. Ленглев гущу игроков полез. Но был близок к тому, чтобы проскочить мимо двух соперников. Тейлор играет очень спокойно Клюшкой. Казнадей не в силах уйти от силового столкновения. Бейлин. Гаврус. Есть еще время на атаку у Минчан. Гаврус. Ногой себе помогает. Потом руками себе помогает Ленглея. Остается шайба у Минчан. Опасно. Гол за две секунды. До конца первого периода Минская Динамо забивает. Бейлин на пятачке здорово сыграл. Фактически в ворота въехал вместе с шайбой. Новоиспеченный гражданин Республики Беларусь. Девятый гол Ника Бейлина. 95-я шайба Минского Динамо в этом сезоне. Вот здесь не смог выбросить шайбу из зоны Пильстрема. Она осталась у Ленгле. Ленгле на веске. Веске дальше на Бейлина. Ну и такой, знаете, тачдаун получился. Бейлин вместе с шайбой за линию. Вот. 1-0. А последний-то пас выполнил не в веске, а Мэтт Эллисон. Все как по нотам разыграли. Получили численное преимущество Минчане вот на том участке. Да, успели Минчане. А, вот в чем дело. У нас-то на плашке было 2 секунды до конца. А на самом-то деле практически с сиреной. Так что команды отправляются на перерыв. Команды отправляются в раздевалки. Поздний гол Минского Динамо. Автор шайбы Ник Бейлин. 1-0. Динамовцы впереди. Отдыхаем. Орвет матч. Всколыхнет страсти. И игра будет повеселее с точки зрения опасных моментов, остроты, эмоций. Пока такая очень рабочая атмосфера. Команды не играют. Команды трудятся вовсю. Хейкинен. Харти Кайнен. Бейлин. Пошел в зону. Бросил. Сахацкий сыграл щитком. Бросил. 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 Дмитрий Макаров присел на скамейку запасных с такими болезненными гримасами на лице. Не знаю, то ли шаба там в него попала, то ли кто-то из соперников в него въехал. Гаврус. Проникающая передача. Гаврус проскочил мимо двух защитников. Они пошли сужаться и выбили шайбу с крюка у Гаврусона, а потом забрал ее Сахацкий. Голованов. Шенкевич. Ленгле. Шарль. А вот у него очень даже неплохо получилось проскочить мимо двоих. Но там и плотности такой серьезной не было. Это все-таки зона средняя. Они собственные. Веске. Ленгле. Ну вот в прошлом сезоне, да, вот эта вот троица играла в медвещаке. И лучшие цифры, да и вообще поинтересней. Стальных выглядел Веске. А вот в этом сезоне он и по цифрам и, наверное, по игровым компонентам уступает партнерам. А вот сейчас так немножечко вскружили голову юлаевцам. Менчане. Матерухен. Активнее начали второй период хозяева. С места потери шайбы вступают в отбор. Прессинг мы зачастую наблюдаем. Степанов. Степанов откидывает шайбу. Бросок. Будет удаление у Салавата Юлаева. Сейчас Минск действует на отложенном. Степанов. За задержку соперника Клюшкой на две минуты отправляется в бокс для оштрафованных Иван Лекомцев. Ну что ж, большинство Минского Динамо. Вот где было нарушено правило. Вот, видите. Придержали Сергея Дрозда. Третье место динамоцы занимают в лиге по реализации лишнего. 34 шайбы они забросили. 131 большинство в сезоне. Свыше 26% у динамоцев реализация большинства. Ну, на что хотелось бы в первую очередь обратить внимание. Динамоцы реже остальных команд в лиге играют в большинстве. И при этом имеют столь внушительный показатель. Там что-то с табло произошло. Все смотрят вверх. Судьи, игроки. Ну, теперь можно посмотреть и прямо, да. Итак, вбрасывание. Крайчик. Крайчик Бейлин. Щихура, Чичу и Калюжный. Первое звено в полном составе. Нет, вы знаете, это Мелешка. Мелешка, Чичу и Калюжный. Щихура выйдет во второй спецбригаде большинства. На синей линии будет располагаться Элисон. Ну, вот Щихура. Мелешка. Бейлин у съездил по бороде Хлыстов. Ну, там такой игровой эпизод. Я не понимаю, почему вот так вот негодуют зрители. Но очень важно выиграть сейчас вбрасывание в веске Чичу. Элисон на синей линии. Здесь Лингле и также Бейлин. Остался на площадке Бейлин. Вновь Ник. Диагональный пас в сторону в веске. Не торопятся минчане. Времени очень много. 40 секунд в их распоряжении. Можно доверного разыгрывать шайбу. Мощнейший бросок от Бейлина. Шайб попадает в заградительный борт и отлетает аж к минской зоне. Элисон притормозил Бейлин. Расположились Зубры. Бейлин. Ой, какой момент сейчас хороший. Не повезло Лингле. И вбрасывает шайбу Зубарев. Через 9 секунд выйдет налет Ликомцев. Чичо. На самом платке эту шайбу подбирал Бейлин. Салават Юлай в шайбу перехватывает. И Кулда отправляет ее в ловушку Дэнни Тейлору. Тейлор выбрасывает. Элисон. Элисон. Щихура. Чичо. На пятачке Элисон борется. Бейлин. Чичо. Матерухин. Да, не смогли минчане реализовать большое численное преимущество. Но они продолжают атаковать. И бросает Александр Матерухин. Бросков немного было в исполнении минчан. В основном отваживался на эти броски Бейлин. Вот один бросок. Был до этого еще один. Старались мяч они действительно вот за счет быстрых таких коротких передач. За счет переводов. Кольгородов расшатать, разболтать оборонительную четверку. Ну и тройку Салавата Юлаева. Периодически было жарковато. Кольцов. Передача в направлении Пильстрима. Здорово набирает скорость Анти. Кольцов. Кольгородов. Мы уже привыкли, когда при позиционной атаке Салавата Юлаева Кирилл Кольцов располагается гораздо выше, чем Алексей Кольгородов. Зубарев. И вот как раз под него открывается Кольгородов. Кольцов. Кольгородов. Слишком уж он сблизился с соперником. Кольцов. Вновь шайба у Кирилла. Опасно. Шайба отлетает в угол. И контратака Минского Динамо. Три в два. Щихура не самое лучшее решение выбрал в этой ситуации. Оставлял шайбу на Степанова. Степанов к этому оставлению готов не был. Кружится шайбой слепый шеф. Опять динамовцы останавливают наступление Салавата Юлаева и сами отвечают. Степанов. И реклама. И реклама. Степанов. Играет. 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 Сегодня успел отметиться результативным действием. Именно он делал пас на гол Нику Бейлину. Ногачев. Ни клюшкой, ни ногой шайбу остановить не смог Ногачев. Играет. 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 Кутузов возмущается. Нарушенные правила были на Мэте Эллисоне. Заметен этот хоккеист и сегодня. Две великолепные шайбы забросил в ворота Витязя. Особенно хорош был его второй гол. А вот здесь. Кутузов придержал Кутузов оппонента. Эллисон потом еще и клюшку выронил из рук. Ну что ж, еще одно большинство Минска. Эллисон Калюжный. Крайчик, Чичу, Мелешка. Но вот тот же состав игроков, который начинал и первое большинство Минска. Салавата Юлаева, Зубарев. Куда. Калюжный выполняет перевод на Щехуру. Глухов и Семин. Вот так выглядит четверка Салавата Юлаева. Калюжный. Калюжный. Вымеряет, отмеряет, кому можно сделать передачу. Но в итоге решил сделать перевод на защитника Эллисон. Мелешка проталкивает шайбу на Калюжного. Крайчик. Мелешка. Но это опять нет бросков у динамовцев. Шайбу контролируют они, конечно, здорово. Перемещаются неплохо. Взаимодействуют неплохо, но бросков мало. Вот обострение следует от Щехуры. Тут же на добивание двинули два игрока Минского Динамо. Но Сахацкий безупречен. Он понимает, что вот в такой ситуации отбивать шайбу перед собой, выпускать ее не стоит. Вот Щехура. А там на пятачке стоял Мелешка. Закрывал обзор голкипер. Дальше Веске с партнерами. Веске Ленгле. Чичу Эллисон остался. Бейлин также вышел. Эллисон. Бейлин. И в конечке шайба Чичу пошла. А так все очень здорово было разыграно. И здесь неплохо. Теперь уже Чичу бросил, но шайба выше ворот пошла. Две минуты. Фолл в атаке. Веске расстроен. В полубарьбы чуточку не рассчитал. 22 секунды команда играют в равных неполных составах, а потом уже большинство у Салавата Юлаева. В идеале, конечно же, Салавату Юлаеву привести шайбу в зону Минска к выходу пятого игрока. Мы еще раз смотрим момент, который был у Джонатана Чичу. То есть вот этого фола могло и не быть, если бы Чичу вогнал шайбу под перекладину. А он был близок к этому. Харти Кайне. Выигранное вбрасывание позволяет Уфе расположиться в зоне и довести розыгрыш до броска. Щихура. Посвободнее на площадке. Щихура. Динамовцы готовятся к меньшинству. Хороший силовой прием от Матерухина. На лед выходит Кутузов. Харти Кайнен, Макаров. И у Салавата Юлаева начинается большинство. В зоне встали. Макаров. Неудобная передача для Семина. Хейкинен, Харти Кайнен, Хейкинен, Макаров. Макаров замахнулся и бросил. Попал точно в горошко. Бой на Олегу, но сейчас ты не поменяешься. Скамейка дальняя. Нужно оборону держать. Фактически на одной ноге сейчас горошко, но при этом борется. И приподнимает клюшку у Кулды. Не смогли Динамовцы сейчас разрядить обстановку. Салават в атаке. Харти Кайнен навязывает борьбу горошко. Тот уже из последних сил бьется за эту шайбу. И она покидает пределы льда. Перед этим коснувшись хоккеиста Салавата Юлаева. Так что вбрасывание в среднюю зону. И это вбрасывание для своей команды заработал Олег Горошко. Сначала шайбу он на себя поймал. За это его и поблагодарил вратарь. Кто и узнает, что бы получилось, если бы она не попала в горошко. И вот здесь, видите, сковал действия Кулды. Также 89-й номер. Да, вот там сейчас... Доктор минской команды работает с горошко. Кольцов. 8.50 до второго перерыва. Динамо Минск. Салават Юлаев 1-0. Кольцов. Но вот этот период все-таки сыгровые преимущества Минского Динамо проходят. Но это преимущество так и не материализовалось в голы. Шинкевич. Нет, на отскоке от борта ловче Кольцов. Белин разобрался в эпизоде. Кайгородов. Панков. Хороший плотный бросок кистевой ему удается. Но шайба выше ворот. Белин. Меняют состав Минчане. Глухов ошибается в передаче. Гаврус попал в переплет. Панков. Вмещается в центр. Панков бросает. Тейлор. Хороший матч для обоих. Вратарей супер сейвов пока каких-то мы не видели. Но главное, что и тот, и другой вратарь. Придается играть очень надежно. Очень квалифицированно. И здесь, видите. Сразу шайбу поймать не смог. Но вторым движением подберет под себя ее Тейлор. Поскольку на добивание катил Глухов. Хотя как катил. Там скорее Панков мог поехать на ворот. Глухов наблюдал. Силовой прием от Матерухина. Он так наскочил на борт Хейкинин. Но, тем не менее, равновесие удержал. И здесь. Силовое воздействие от Минского кисты. И он же оказывается на льду. А у Фимского игроку хоть бы что. Но здесь сказывается преимущество в габаритах. Любомир Покович. Вкладывается впечатление, что ему холодно. Алексей Калюжный. У него очень короткая клюшка. Сейчас он будет бороться за шайбу. Побороть Глухова не сумела Зубарев. Наброс на ворота. Тейлор. Пока Дэнни в порядке. Сын у него родился в прошлом месяце. Но сейчас Глухову будет однозначно сложнее. Он все равно выигрывает. И побежал прессинговать Зубарева Лингле. Прессинг позволяет динамовцам шайбой завладеть. Но ненадолго. Слепышев. По борту старается просочиться. Здесь Бейлиан. И руки в ход пускает. Без рук не остановишь Слепышева. Мощный хоккеист. С хорошей техникой. И Слепышев бросает. Еще раз смотрим. Прикрыл шайбу корпусом. Развернулся. На 360 градусов. Такую вертушечку исполнил. И точно под блин Тейлору положил шайбу. Не смог проткнуть сейчас вратаря Слепышев. Хороший момент сам себе создал. Киста четвертого звена не так много игрового времени получает Слепышев. В эти минуты удалось Салавату Юлаеву перевести игру к воротам Тейлора. Сейчас многовато бросков в сторону Тейлора. Но эти броски самые сложные для вратаря. Да, был трафик. Но верная позиция позволила Тейлору шайбу забрать. Опять такой разворот от игрока Салавата Юлаева. Чистит пятачок крайчик. Не пускает к воротам противника ищи хура. Но и так как нужно свою работу делает Тейлор. Бодров. Холстов. Бодров. Бодров. Пришел обыграть впереди стоящего игрока. Здесь свисток. Фан-сектор Минского Динамо. У них хорошее настроение. Команда побеждает. Крайчик. Верхом шайба шла. И поэтому не смог ее обработать с Чихура. Кул, да? Пока голову разворачивал, уже перед ним нарисовался Чичу. Хейкинен зачем-то решил обыграть по дороге оппонента. Опасная контратака Минского Динамо. Щихура. Атаку поддерживает Вески. Калюжный. Чичу, конечно же. Чичу. Да, нужно обязательно вернуть эту шайбу. Андрей Ковалев все эти штучки-примочки знает хорошо. Сразу же бросился к шайбе и выбросил ее обратно. Бейлен выходит из ворот Сахацкий. Пильстрем. Да, вот там, на правом борту Пильстрема как раз и не хватило, чтобы до этой шайбы добраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, от клюшки Кирилла Кольцова шайба зашла в ворота. 2-0. Ликуют минские болельщики. Ну, если говорить о том, что было во втором периоде, да, вот эти вот два большинства Минского Динамо, одно большинство в формате 5 на 3. Моменты, опять же, вспоминаем. Помните момент у Чичу? То, наверное, нисход закономерен. Вот еще раз смотрим. Или все-таки Вески опередил Кольцо? Вот сейчас мы с вами увидим. Страшнейший замах от Лингле. Нет, Вески шайбы не касался. От клюшки Кирилла Кольцова она попала в ворота. Вот. 2-0. Лучший бомбардир Салавата Юлаева отправляет шайбу в собственные ворота. Ну, естественно, он не хотел так сыграть. Неприятнейший отскок. Не готов был к нему и Владимир Сахацкий. Такое бывает, наверное, со всеми. И динамовцы продолжают осаду. Да, на Шарля-Лингле записывает шайбу. Он последний из динамовцев касался шайбы. А здесь удаление. Матерухин поедет на 2 минуты. Или Степанов. Абсолютно ненужное удаление. Да, мы понимаем, борьба, уступать никто не желает. Но все равно нужно действовать аккуратнее в таких эпизодах. Динамовцы добились комфортного вроде бы для себя преимущества. Особенно если отталкиваться от характера матча. Преимущество в две шайбы это очень хорошее преимущество. Зачем он здесь бил Глухова? Непонятно. Большинство салават и Юлаева. У Кирилла Кольцова сейчас будет возможность отыграть эту шайбу. Его пока на льду нет. Но во время этого большинства он обязательно появится. Макаров. Подбивает клюшку у соперника Ленгле. Будет удерживать шайбу, будет бороться. И вот что делает Ленгле. Посмотрите какой красавец Ленгле. Только что был на ближнем для нас борту. Успел на дальний. С двумя совладал еще передачу сделал на партнера. Но только сейчас мы смотрим за позиционным наступлением салавата Юлаева. Бросок от Макарова. Хартикайне на пятачке Семин. Ну вот вышел на лед и кольцов. Но пока его не видят партнеры. Бросок Хартикайне на. Но вот сейчас Хартикайне на может и отыграть шайбу на четверку. Нет? Долго, долго владеют шайбой у финцы. Мало передач. Динамовцы успевают подстраиваться, успевают прихватывать. Вот здесь. Шайба у Тейлора. За три минуты ровно до второго перерыва. Но вот здесь. И сошла шайба с крюка у Элисона. Он уже не смотрел на шайбу. Он уже смотрел, куда он будет бросать. Кул, да? Очередное большинство Салавата Юлаева. Казалось, не очень хорошим. Щихура. Чичу. Щихура. Да нет, это вот я все путаю. Это Матерухин. 28-й номер. Щихура рядышком катается. Вот Щихура на пятачок пошел. Похожий комплекс этих хоккеистов. Но у одного 38-й номер, другой 28-й. Ну все, я понял. У Щихуры белая лента на клюшке. Вот поэтому и будем его отличать. Вот Матерухина. Слепышев. Выжимает его к борту Ногачев. Пришел сюда Глухов. Пока не получается выбраться из угла. Меньше двух минут до второго перерыва. Вот так вот загоняют в тупик минских кисты уфимских нападающих. Они вот так вот с пылу жару пытаются сохранить шайбу для своих. Отыгрывают ее на защитников. И очень часто нехорошие передачи идут на синюю линию. Защитники выпускают шайбу из зоны. Вот и очередная опасная контратака минского «Динамо». Поострее сегодня хозяева. Побольше тревоги у ворот Владимира Сахацкого. Салавату нужен гол. Любой. Красивый, некрасивый. Крайчик. Отбивает шайбу перед собой Сахацкий. Горошко вернулся на лед. Передача на Эллисона. Бросок. Гол. 3-0. Мэтт Эллисон. Свой 31-й день рождения он забивает и делает результативную передачу. Хитрый бросок от Эллисона. Фактически бросок с отрицательного угла. Но он и не метил в ворота. Он бросал во вратаря. Чтобы она отскочила от него в ворота. Мэтт Эллисон выходит в единоличные лидеры в списке снайперов. Команды у него 14 голов становятся. Отбил шайбу перед собой Сахацкий. Подобрать ее никто из партнеров не сумел. Видите, да, из-за лицевой бросал Эллисон. И бросал во вратаря. Мы сейчас это с вами увидим. Вот видите, где располагается Эллисон. Попадает в ногу Сахацкому. И шайба транзитом от бедра Сахацкого оказывается в воротах. Тут нужно ремешок, видимо, застегнуть Сахацкому. Или, может быть, там что-то с коньком произошло. 3-0. Да, Менчане очень близки к тому, чтобы прервать серию неудачных матчей против Салавата Юла. Но есть еще третий период. Салавату Юлаеву в этом сезоне удавались. Подвиги. Был героизм в Астане в начале сезона. Тоже 0-3 уступали. Но тогда 0-3 после первого периода. После второго периода уже цифры горели в пользу Салавата Юлаева. 4-3. Сегодня гораздо меньше времени. Но пока жизни какой-то не хватает Уфе в атаке. Тяжеловат Салават Юлаев. Слегка сонная команда выглядит. И вот здесь, без особых проблем, забирают шайбу у финского игрока Чичио. Ну что, они просто разрывают сейчас оборону Салавата. Многое, что у них получается. Уже и кураж появился. Один в один удается обыгрывать. Восстановилось душевное равновесие у минских игроков. 10 секунд до конца. Наверное, в этом отрезке уже ничего интересного мы с вами не увидим. Панков. И вот сейчас звучит сирена, которая отправляет Камбаса покинуть лед. Все, стартовал третий период. Смотрим, что команды покажут в нем. Что предпримет Салават Юлаев. Ему однозначно нужно что-то предпринимать. Два периода сонного, ленивого хоккея для них позади. Пшихура. 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 Отбрасывает шайбу на Бейлина. Готовит бросок. Шайба на пятачке. Сахацкий не без проблем эту шайбу отразил. И Салават Юлаев пытается начать контратаку. Не получается начать контратаку. Проброс. Ну и здесь начинает закипать Хлыстов. Он еще на точке там. Клюшкой махал вместе со Щихурой. В первом случае Щихуру попросили с точки. Во втором случае попросили Хлыстова. Ну и вот здесь он. Свою злость сорвал на Нике Бейлине, который просто под руку попался. Ну а теперь Элисон на вбрасывании. Кулда. Кутузов. Динамовцы сразу же прессингуют соперника. Салават. Большие проблемы с выходом из зоны. Шайбу вроде выбросили. Но в средней зоне ее подобрали динамовцы и обратно вернули. И опять. Высоко встречают. И опять Динамо отнимает шайбу в районе синей линии. Салават Илаев пока и центр площадки перейти не может. Но вот сейчас. Форсировали синюю. Макаров. Элисон. Туда вперед закидушечка и на смену. Ну вот сейчас Кулда спокойно шайбу принимает. Понимает, что динамовцы проводят смену. И быстренько помчался с красной. Красной линией. Чтобы вновь не прихватили. А теперь уже давление от Салавата Юлаева. Попытка. Оффсайд. Маскот показали первый раз за матч. Обнимаются все тут с Зубром. Все хотят сфотографироваться. Бэйлен. Успел избавиться от шайбы. Раньше, чем его встретили силовым приемом. Бэйлен. И опять его атакуют. Но на этот раз Бэйлен увернулся. Дрозд. Вот были похожие матчи по сценарию, по содержанию для Салавата Юлаева. Именно выездные матчи. Когда вот сразу же что-то не клеилось у команды. Ну еще первый период. Где-то там на равных. Салавату не удается забить. Напротив забивает соперник. И Салават Юлаев не может прийти в себя. Был такой матч против московского «Динамо». Все это закончилось разгромом. За счетом 6-0. Матч был против ЦСКА. Там тоже 7-0. Не знаю, как закончится сегодня. Обоюдное удаление. Бэйлен. Насколько я понимаю. Да, все правильно. И Панков. Ни вашим, ни нашим. Да, пока не всегда удается Уфе переламывать сложные матчи. Выигрывать матчи на характере. Что-то подобное было в начале сезона. Но вот и «Динамовцы»-то не из робкого десятка. Команда, которая очень здорово умеет играть по счету. От обороны на контратаках. Исполнители подобраны что надо. Слепышев. Антон набирает скорость. Вошел в зону. Объехал Шинкевича. Исключительно за счет скорости. Догачев. Догачев. Ликомцев оставил шайбу Зубареву. Сам ушел на смену. Кайгородов смотрел вперед. Пилестрим стартует. В деле гибридный проброс. Пилестрим первый к шайбе успел. Пилестрим бросил Элисон за собственными воротами. На горошко. Крайчек. Да, и вот спокойно динамовцы перепасовываются в средней зоне. Перестрим. Пока не видно и лидеров Салавата Юлаева. Пока не видно того человека, который может повести команду вперед. Кайгородов. Удается встать в зоне уфимцам. Кайгородов. Передача в центр на Кольцова. Зубарев. Вновь Кольцов. И Кольцов пошел на обострение. Передача. Нет, так и не дали бросить Пилестриму. Контратака Минского Динамо. Калюжный. Бейлер возвращает шайбу на Калюжного. А Калюжный, по-моему, не ждал обратной передачи. Вот так Бейлин все правильно делал. Наверное, оценил положение вратаря и не счел нужным бросать. А счел нужным сделать передачу. Мог, наверное, сделать ее поточнее. Калюжный просто не видел, что Бейлин ему шайбу возвращает. Все-таки прикрыт был соперником, который откатывался к собственным воротам. Хороший момент. Динамовцы сейчас упустили. Ногачев. Так вот смотришь, и действительно складывается впечатление, что Динамовцы, если надо, они прибавят. А вот Салават Илаев, к сожалению, пока прибавить не может. И поэтому мучается, поэтому страдает. Харти Кайне уходит на смену. И он сегодня пока бесполезен. Хлыстов. Шесть минут сыграно в третьем периоде. Динамо Минск, Салават Юлаев. Щехура. Казнадей. Шинкевич. Добровский. Пока мы не наблюдаем никакого всплеска активности от уфимского Салавата Юлаева. Разрозненно выглядит команда. Динамовцы этим пользуются. И вот опять потеря. Лингле. Передача за спину. Не успел к шайбе Тейлор. Матирухин. Степанов. Степанов. И Зубарев отыгран. Числом здесь взяли динамовцы. Кольцов берет здесь техника и катание. Вот только никто из партнеров не пришел на помощь. Никто из партнеров не готов был к откидке в центр от Кирилла Кольцова. Бейлиан. Кулаков. Сам пойдет. Дальше по борту. Шайбе приходит к Мелешко. Гаврус. Гаврус решил сам набросить на пятачок. Там одинокий Мелешко. Шайбе не успел. Кулаков. Гаврус. И Владимир Сахацкий накрывает шайбу. И у нас последняя пауза в этом матче. И у нас последняя пауза в этом матче. Кулаков на Гавруса. И Артур тут же обостряет. Успел, да, успел повернуть голову вправо Сахацкий. И на сей раз шайбу в ближний угол не пустил. У Тейлора пока матчей на ноль в этом сезоне не было. Динамовцы две встречи выиграли с сухим счетом. Обе эти встречи были дома. В сентябре они здесь обыграли Нижегородская торпеда. 3-0. Тогда ворота защищал Дмитрий Мельчаков, который по-прежнему находится в лазарете. Если бы он был здоров, может быть, и не было бы такого хоккеиста, как Тейлор в Минске. Ну и в октябре еще один матч. Динамовцы провели на ноле. С минимальным счетом здесь же обыграли Адмирал. Тогда в воротах был Ларс Хауген. Щехура. А очень сильный бросок и очень неточный. Не стесняются динамовцы бросать по ближним углам. Стараются нагружать вратаря. Любомир Покович. Динамовцы очень близки к четвертой победе подряд. Лучшая серия по ходу нынешнего сезона. Для них пять побед подряд. Это было в октябре. Потом, правда, попали в черную полосу. Но там травмы пошли. Чичу не было. Щехура был травмирован. Вратари не выручали. И Тейлор, и Хауген. Лингле. Как же он двигается. Как же он работает. На ход вперед, кажется, просчитывает Лингле. Но в хорошей форме этот хоккеист. Чего уж тут. Нет. Ближний угол закрыт наглухо Тейлором. Но вот уфимцы пытаются какие-то стычки организовывать. Пытаются выводить из себя динамовцам. Динамовцам висись на эти небольшие провокации. Не стоит. Салават понять можно. Для них-то все способы хороши. Им нужно как-то менять течение матча. Времени-то не так уж и много осталось. 10-25. Бросок от Слепышева. Прозвучал. Ликомцев. И там Казнодей. На Степанова шайба подпрыгнула. Степанов не готов был к этому. Он уже даже на нее не смотрел. Но он уже готов был рвать вперед. Панков. Крутится, вертится шайбой. А выйти из угла не получается. Ликомцев бросил. Остановленная игра. Возобновится она в зоне Тейлора. За спиной Пуковича разные флаги. Там и чешский, и белорусский. Но это вот... Транациональная команда. Голованов. В первом периоде еще был заметен. Но в первом периоде повеселей был и Салават Юлаев. Голованов. Кольцов. Жестко против него действует. Ленгле может обыграть. Один в один. Смотрите. Корпус пытался поставить. Но опытнейший Зубарев не пустил его к воротам. Атака Минска продолжается. Ленгле не жадничает. Ленгле возвращается в оборону. Бьет по клюшке Пильстриму. А потом закрывает путь к воротам Кольцову. Везде успевает. Пора меняться. Говорят с обеих скамеек запасных. 8.30. Очень пассивно ведет себя в третьем периоде Салават Юлаев. Так визуально ничего особенного-то динамовцы не предлагают сопернику. Но динамовцы быстрее, резвее, свежее. И от этого они имеют преимущество. Кулаков. Кулаков падает. Не сразу поднял руку ближний. Судья, наверное, увидел, что дальний поднял. Удаление. Салавата Юлаева. Да, уходил уже здесь от Кулды Александр Кулаков. Кулда тоже сегодня тяжеловато выглядит. Довольно легко. Уходил от него Кулаков. Выставлял клюшку Кулда. И срубил форварда Минского Динамо. Не Кулду удаляют, а Хейкинена. Который вел преследование за Кулаком. Но это не так уж и важно. Раздосадован, конечно, Хейкинен. Прежащие две минуты он не помощник для своих. Надо свитер поправить. Минское большинство. Вот в большинстве они сегодня пока не забрасывали. Все шайбы в равенстве. Три матча подряд Минск обязательно. Хотя бы раз реализовал лишнего. 7.40 до конца. Бейлин. Крайчик. Калюжный. Крайчик. Матерухин. Просок. Погибает голову Евротарь и партнер Матерухина. Эллисан. Эллисан. Бейлин. Пока катаются по зоне динамовцы. В удовольствие разыгрывают шайбу. Но бросков нет. Эллисан еще раз решил. Одурачить вратаря. Опять бросок в ближний угол. Хитрющий. Но на сей раз Сахацкий готов был к этому подвоху. Вот нападающего Ленгле. Быстроногий Ленгле. Влетает в зону буквально. Выходит на ударную позицию. Бросает, но точно в Сахацкого. Прямо в грудь попал Ленгле. Чичо. Чичо на дальний перевод делал. Этот пас замыкался. Тревожность сейчас за ворота Сахацкого. И уводит шайбу собственного пятачка Бодров. Через пять секунд комплект состава у Салавата Юлаева. И шесть минут. Уже даже меньше. До конца третьего периода. Хотя, я думаю, уже можно говорить до конца матча. Единственный вопрос. С каким счетом эта встреча сегодня завершится? Динамовцы уже свое не упустят. Лисовец. Я, по крайней мере, не знаю, что должно произойти, чтобы Салават Юлаев в оставшееся время отыграл три шайб. Гаврус. Кулаков. Как вгрызается в борьбу в шайбу. Вот это звено сегодня у Минска. И просит шайбу Мелешко. Не увидел его сразу Гаврус. Пока голову поднимал, там уже перекрывали траекторию паса на Мелешко. А здесь никто не перекрывал. И Мелешко в падении бросает. Но подстроился под этот выстрел Сахацкий. Верную позицию занял вратарь. Панков. Панков падает, смотрит позади себя. На арбитра. Удаление не последовало. Матирухи. Дрозд. Посмотрите, как скорость набирает Пельстрюм. Падает. Две минуты. Атака игрока, не владеющего шайбой. Две минуты для Салавата Юлаева зарабатывает Пельстрюм. Ну-ка давайте посмотрим. Ну ладно. Две так две. Две минуты для Салавата Юлия. Две минуты для Салавата Юлия. КОНЕЦ Зубарев, Зубарев-Кольцов, Кайгородов, Пильстрем и Голованов. У Минчан-Щихура, Шинкевич, Бейлен и Чичу. Кайгородов, Кольцов, ну и здесь некоторое недопонимание возикла у опытных игроков Кольцова и Кайгородова. Зубарев, минута прошла, Салават пока даже в зоне толком не поиграл. Проблемы с проходом средний у них возникли Харти Кайнен. Харти Кайнен ищет щель для того, чтобы бросить Хейкинен. Харти Кайнен в пятачке дежурит Кулда. Харти Кайнен в ворота объехал. Хейкинен. Бросок. Отлетает шайба от груди Тейлора. Пятачок зачищается. Контратака. Матерухин. Позади него Элисон. Элисон не бросал. Он пытался вернуть шайбу партнеру. Хлыстов. Динамо. 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 Д Поэтому он не видел, что шайба идет в его направлении. И последние две минуты матча стартовали. Салават Юлаев предпринимает отчаянные попытки размочить счет. Бодров. Мелешко мог-то и сам бросить, но не пожадничал. Сделал передачу на Степанова. Степанов тут же возвращает шайбу Мелешко. Дмитрий бросает. Динамо сейчас играет на отложенном большинстве. Еще один бросок фактически в упор. Да, не сладко сейчас. Очень тяжко пришлось Владимиру Сахацкому. И он фактически в одиночку сохранил свои ворота вот в этой атаке неприкосновенными. Кстати, вот я говорил вам о том, что 14 матчей команды между собой провели. И вот здесь смотрите, как Сахацкий подтащил. И здесь Сахацкий. Здесь, по-моему, все-таки шайбы не касался. А вот здесь хороший сейв Владимира Сахацкого. Так вот, сегодняшний матч из этих 14, сегодня уже 15-я игра, самый нерезультативный. Три шайбы только заброшены. В предыдущих матчах минимум 4 команды забрасывали. Беллиан. Калюжный. Калюжный. Рискованный перевод. Калюжный знал об этом, но все-таки решил сделать пас на Гаврус. Щихура. Калюжный. 50 секунд до конца. К конца матча минская «Динамо» играет в большинстве. Калюжный. Калюжный. Гаврус. И четвертая шайба в воротах Владимира Сахацкого. Александр Матерухин празднует успех вместе со своими партнерами. Но вот теперь удалось разыграть. Все до верного. Матерухина сначала там с этого пятачка просто вытолкали. Он упал, поднялся быстренько на ноги. Получил шайбу. Мгновенно прицелился и вновь уязвил Сахацкого. Давайте посмотрим еще раз. Вот видите, Сахацкий, Матерухин падает. Боролся он с Кулдой. Ну и вот здесь на чистом льду Матерухин шайбу получает от Калюжного. Прицелился. Никто на него не выдвинулся. Никто его не смог придержать. Ну и здесь уже исполнительское мастерство Александра. Шестой гол в чемпионате. Забивает Матерухин. 4-0. Ну что ж, судя по всему у нас пятый сухой матч сегодня. И первый сухарь для Тейла. Ладно, торопиться не будем. Все-таки время есть. Всякое может произойти. Ну, если это все-таки случится, то для Салавата Юлаева это четвертый матч в сезоне, когда они не сумели поразить ворота соперника. Он даже пятый. Ведь был матч против Казанского Акбарса. Там основное время ничья 0-0. Так что это тоже считается. Все. Закончился матч в Минске. И этот матч закончился убедительной победой хозяев со счетом 4-0. В каждом из периодов они забрасывали. Самым урожайным получился второй отрезок, когда они дважды отличились. В обеих этих голевых атаках поучаствовал Мэтт Эллисон. Он сегодня именинник. Забил, отдал и должен быть признан лучшим игроком. Да, мог на это звание претендовать еще Дэнни Тейлора. Для него первый матч.